В здании Института международных отношений прошел сбор гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в проведении специальной военной операции. В течение всего января сотрудники и студенты вуза участвовали в акции по сбору самого необходимого на передовой. Осуществление проекта стало возможным при поддержке Российского исторического общества и благотворительного фонда Ярдам, устроившего сбор средств и в дальнейшем транспортировку груза. По словам сотрудников университета, подобные акции направлены не только на помощь бойцам СВО, но и для поддержки и укрепления боевого духа. Казанский университет, студенты Казанского университета, сотрудники нашего университета также приняли участие в проведении этой акции. В течение всего января проходил сбор помощи. Сбор помощи мы организовали совместно с благотворительным фондом Ярдам и на полученные, на собранные средства мы смогли приобрести ту технику, то оборудование, которое необходимо бойцам. Это и печки для обогрева, это электрогенераторы, это ноутбуки, это необходимое техническое оборудование, обогревательные приборы. Все то, что сейчас в зимнее время наиболее востребовано нашими бойцами, что им необходимо. И таким образом Казанский университет, студенты и сотрудники Казанского университета приняли участие в этом благородном, нужном и очень важном деле помощи нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Автопробег Владивосток-Луганск, организованный Приморским отделением Российского исторического общества, прошел через большое количество субъектов Российской Федерации с целью сбора предметов первой необходимости бойцам специальной военной операции. Их путь пролег не по кратчайшему маршруту, а захватывает множество регионов нашей необъятной страны. Все это является отличным способом поддержать солдат на передовой, снабдив их всем необходимым, особенно в зимний период. У нас автопробег Владивосток-Луганск, он организован Приморским отделением Российского исторического общества, при этом он поддержан многими региональными отделениями и в те регионы, где отделения, скажем так, внесли наиболее существенный вклад, мы заезжаем специально. Вот, если посмотреть по карте, мы заедем не по кратчайшему маршруту, мы едем по тем местам, где действительно нам региональные отделения передают большую существенную помощь. Татарстан, вот сразу могу сказать, это очень существенный вклад, один из крупных, поэтому мы не могли сюда не заехать. На торжественной передаче гуманитарной помощи присутствовали султан Нурудинов, директор Департамента информатизации и связи, директор Института международных отношений Рамиль Хайрудинов и проректор по комплексной безопасности Решат Гузееров. Он отметил, что слова поддержки и желания помочь нуждающимся также выразил ректор Кафулинар Сафин, сказав, что эта акция наша общая заслуга, а подобные проекты необходимо проводить на постоянной основе. Елизавета Газизянова, Резида Каримова, Николай Суховский, Универ Новости.